Свершилось! Наконец-то заграница почти полностью закрыта для российских туристов. Русский турбизнес об этом и мечтать не мог. Счастье-то какое! Наконец-то самый изнеженный, самый денежный россиянин оставит свои сбережения дома. Потому что куда еще деваться? Нравится, не нравится? Отдыхай и точка. И что теперь? Куда поедут те, кто раньше отдыхал за границей? Кто от этого выиграет? Те, кто все время что-то изобретал? Или те, кто работают по старинке, как 50 лет назад? Посмотрим. Правило старое, но работает. Турист это ресурс, его надо ощипывать. Вот, например, едем из Симферополя в Анапу. Купили билет на автобус и что? И ничего. Так, отличные новости. Наш автобус Симферополя-Анапа отменился. Теперь надо взять справку о том, что он действительно никуда не идет, и вернуть стоимость билетов. Справка платная. 80 рублей. Еще раз, рейс отменили не мы. Но платим за это мы. Пошли. Приказ Министерства транспорта Республики Крым, ГУПРК Крымавтотранс, от 4.3.21. Калькуляция стоимости предоставления платных дополнительных услуг. Жарплата начисления, коммунальные расходы накладные. А где здесь справка про то, что рейс отменился? В которую категорию здесь подходит этот рейс? Это сама форма платной справки, она является платной. Форма платная? Это не важно, что не форма платная, а услуга платная. А услуга. Предоставление справки. А то, что пишется в справке, имеет разные варианты. Это не зависит от типа справки. Какая справка платная? Мы знаем, что справка платная. Мы видим приказ. Как справка нужна? Давайте документы, наговоры. Потому что вообще денег не берут. В России денег не берут за справки. Смотря какие. Если, например, вы сломали ногу и пришли за справкой, с вас можно взять деньги за то, что вы сломали ногу? Можно еще брать деньги вот как оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Можно поругаться, но дорого. Дорого. Боже мой. На юридических лиц до 100 тысяч рублей. Если я сейчас начну оскорблять вокзал, я влечу вообще на такие деньги, что лучше даже не начинать. Пожалуйста. Спасибо большое. Так, секундочку. Снас 160. Извините. Нет, не надо. Начальство позвонило. По технической причине мы не берем деньги. Боже мой. Длина перевозника. Ничего себе. Все отменилось. Распоряжение. Как же приказ. Мы отменили приказ. Министерство транспорта Республики Крым. Друзья мои. Одержана небольшая победа. Мы получили справки бесплатно абсолютно. Две справки. Две. Экономим 160 рублей. Учтите, товарищи. Спасибо большое. Всего доброго. Всего хорошего, Иван. Черт возьми. Ну, молодцы. Отыграли 160 рублей. Проиграли 3200. Это деньги за билеты, которые, если вернут, то месяца через два. Ну, еще сверху 4000 отдаем частнику, чтобы добраться до Анавы. Как-то так. Внимание! Отдыхающие! Не заплываем за буи. Ну, вот оно, теплое море. Для страны, которая на две трети находится в зоне вечной мерзлоты, это просто рай. Вот Ирина и Михаил. Они с компанией выезжали из Ленинск-Кузнецкого, когда там было 7 градусов тепла. 7. Но добраться сюда – это подвиг. Аэропорты Юга России закрыты из-за спецоперации. Выехали мы с Ленинск-Кузнецкого, с Кузбасса в 2 часа ночи. Добрались до Новосибирска. В 20 минут десятого у нас был вылет. Чуть-чуть задержались. В самолете 4.50 у нас было. В 11.05 мы уже были в Сочи. Да, в 11.05. В том, в 20 минут второго у нас была «Ласточка» паровоз. Пока переехали туда-седы, подождали. И еще 8 часов в «Ласточке». Она же быстрая, все равно 8 часов. Да, она быстрая. Ну как быстрая, 35 километров в час. Да, самая большая до 120 километров разгонялась. Ну вот так называется. Да, мы тоже долго думали, почему ее так назвали. А вы вот раньше так путешествовали с такими? Нет, мы всегда самолетом летели. С пункта в пункт В приехали. За границу даже вылетали до Турции за 7 часов. А что с Турцией не сложилось? В Сафуеве. Нас не любят нигде. А у нас паспорта закончились. А в Анапе всех любят. За такие-то деньги. Цены на зонтики и лежаки не самые щадящие. Цены на рынки, как нам рассказали туристы из Ухты, примерно такие же, как в республике Коми. Но вот для сравнения цены в Сочи прислала наша коллега. Еще выше. Туда же ломанули все, потому что там открыт аэропорт. На пляже Анапы встречаем Игоря и Сергея. Они думали в этом году поехать в Крым, но решили, что небезопасно. Думали в Турцию, но там уже бывали. Тогда для разнообразия двинули в Анапу. Мы первый раз пошли на платный пляж. Ну, если честно, там было не очень. Но там вот камни были слишком крупные. Неудобно было ходить по ним и купаться тоже. А вот здесь, на бесплатном пляже, ну, гораздо лучше. Мне кажется, лучше в Турцию все равно поехать, так как здесь дороже, ну, и все же немного хромает. Например, вот в отеле у нас убираются через три дня, да? Да. Раз, три дня. А там вот каждый день убираются. И там новые полотенца, новое мыло, там все такое дают. Справедливости ради из Турции тоже пишут, что там в отелях все обленились, обслуживают плохо. Турция – близкая доступная заграница, туда можно улететь прямым рейсом. Так что высокий спрос, наверное, может испортить кого угодно. Да, монополия. Мало в России теплых морей. И здесь, по расчетам, все должно было просто кишеть туристами. И где же они? Мы знаем, что за границу организованно выезжало 14 миллионов человек. На российских курортах именно организовано путешествовало 25 миллионов человек, а еще больше самостоятельно. Люди выбирают именно свободу путешествий, выбирают ту страну и то направление, куда они хотят путешествовать. И, увы, единственное, что нас сдерживает, это как раз экономические ограничения, например, нехватка денег или отсутствие прямых перелетов. Пляж хорош? Да. Мог бы быть лучше? Тоже да. В начале июня все постели с центрального пляжа Анапы – жуткие картинки. Море как суп, все в зеленых водорослях. Такого раньше не было. Это, скорее всего, результат деятельности человека. В конце июня пришел шторм, разметал все водоросли по морю. Мудрость власти в экономии усилий. Ну вот они, пресловутые, нитевидные водоросли, бродячие. Их шторм поразметало. Сейчас уже гораздо меньше. Вот я вижу, на небольшом расстоянии от берега они же, в общем-то, почти кончаются. Сейчас мы зайдем, посмотрим, где они совсем уже, где их совсем нет. Вот на этом уровне они кончаются. Ну, как кончаются? Есть, но просто не сплошной массой. Можно было бы эффективнее бороться с водорослами. Можно было бы спасать береговую линию. Море съедает гальку. Пляжи становятся уже. Когда-то государство этим занималось, но теперь денег на всю эту науку дают не очень много. Вот видите полоску, вот сколько здесь метров так, на вскидку? Ну, метров 10 максимум. Вот от этой тростника, от обрыва, вот, до уреза воды. Да, совсем немного. Местами там есть меньше 10 метров. А когда делали вот эту террасу пляжа в свое время, где-то там, скажем, в середине 90-х, вот эта терраса имела ширину 25-30 метров. Ничего себе, так быстро. Вот ее смыла. Почему я смыла быстро? Потому что она была как бы искусственно образована, и, соответственно, она не была защищена от размыва. Мы говорим со Станиславом Ермолаевым, специалистом по природным ресурсам. Он рассказывает, что раньше и водорослями занимались основатели, а теперь ученых меньше, а водорослей, которые так пугают туристов, больше. Основной вид кладов арабродячий. Она здесь очень комфортно себя чувствует, в связи с попаданием в воду большого количества органики. И вот, например, вы знаете, что в сельском хозяйстве азотно-фосфорные удобрения применяют, да? Вот те же самые фактически азотно-фосфорные соединения являются основными веществами, необходимыми для этих водорослей. Один из источников попадания вот этих биогенных элементов, это могут быть смывы удобрений из полей. Но здесь я бы не сказал, что они играют какую-то большую роль, поскольку у нас нет прямого стока сельхозугодий в море. Вот, в районе Анапы там основной сток происходит через речку Анапку, но там такая ситуация возникает тоже для нас, как бы благоприятная в том смысле, что перед попаданием вот этих стоков в море они проходят через анапские плавни. И, соответственно, плавни являются биофильтром. Большую часть всех этих веществ они удерживают, они осаждаются в плавни. Но не все, естественно. Это речка Анапка, которая втекает прямо в море. Она довольно странного цвета. Цвета машинного масла, я бы сказал. Что это, никто, по-моему, не пытается объяснить. Но в любом случае там в конце стоит, однако купаться запрещено. Это, как мы видим, никого не останавливает. Вроде бы довольно заметное явление. Прямо на центральном пляже. Водоканал объявил, что в реке просто черный ил. Непонятно, он безвреден? А почему тогда купаться запрещено? А если стоки вредны, то почему все это несет на туристов? В общем, возвращаясь к исходной точке, совершенно непонятно, почему туристы вместо теплых стран не поехали на родное побережье. Вот только вчера коровы смылись от своего пастуха, и тут таким веселым стадом скакали, что это было просто феноменально. Аж собака обалдела, говорит, ничего себе, такие веселые коровы. Людмила Базунова сейчас живет в райском местечке под Москвой. А вообще-то любит экзотические страны. Вместе с семьей объехала Таиланд, Египет и Орданию. Ну, вся Европа не в счет. В этом году ехать за границу не решилась. На любом отдыхе бывают какие-то форс-мажоры. Там ребенок приболел или еще что-то. Надо сбегать в аптеку, купить. То есть это надо с собой наличные доллары иметь. Сейчас наличные доллары и по России-то снять сложно. Карточки там не работают. Вот, казалось бы, тот самый турист, который мог бы поехать на Черное море. Но Людмила ездила в Карелию сплавляться по рекам, присматривается к Камчатке или вот этим летом с дочкой на лошадях по Алтаю, потому что это приключение и вызов привычной жизни. А поездка на юг, вероятно, нет. Я очень хочу покататься на лошадках сама, именно. Не по кругу, за веревочку. Да, по кругу. А сама в горах рискнуть. У нас есть прекрасный Алтай, есть прекрасная Карелия. А как только это все закончится, ну, я думаю, что через годик. Я так надеюсь, что через годик. Ну, тогда можно будет вернуться обратно к теплым морям без проблем вернуться. Но почему все-таки не к нашим морям? Все-таки есть ощущение, что туристы, уезжавшие за границу, уезжали не только куда-то, но и от чего-то. Путешественник, собиратель впечатлений Алексей Моисеев этим летом планировал большую поездку по Европе. Ну, планы у меня были поездить по Европе, но, к сожалению, из-за всей ситуации, да, с закрытого воздушного пространства это сейчас не очень представляется возможным. У меня был куплен тур по Будапешту и Вене. Там сейчас как раз-таки весной вот все ковидные ограничения начали снимать. Также у меня еще подвешено состояние поездки в Ирландию. Вместо этого Алексей отправился на недельку в Комарово. Это вот часть Карельского перешейка. Здесь прям можно, наверное, по видео подумать, что это в какой-нибудь Турции, ну или там в Сочи. Нет, это под Санкт-Петербургом здесь. Отличное сочетание действительно качественного пляжа и природы. Алексей путешествует даже скорее во времени. В ту эпоху, когда внешний мир был еще открыт и доступен. В планах есть Калининградская область. Ну, летний период, да, как известно, там это настоящая Европа в границе с Россией. Если брать Калининградскую область, в которой вот морские городки на Балтийском море, Зеленоградск, Светлогорск — это максимальная Европа. То есть там вот если абстрагироваться, вообще никогда не поймешь, что находишься в России. Это обычный пляж Подмосковья. Недалеко отсюда база ВВС. Поэтому самолеты постоянно кружат в небе над отдыхающими. В этом смысле Подмосковье даже сильнее напоминает о спецоперации, чем Анапа, которая ближе к местам сражений. Это, наверное, одно из немногих мест в городе, где можно вспомнить о том, что идет спецоперация. Сквер военной техники, открытый в 2018 году, приспособлен под нужды текущего момента. И вы видите эти буквы Z. Такой концентрации вы, наверное, не найдете во всем городе. Там, наоборот, сделана попытка создать атмосферу, в которой отдыхающие вообще забыли бы о спецоперации, о том, что где-то сравнительно далеко отсюда идут обстрелы, гибнут люди, кто-то бежит на скупление, кто-то отступает. Здесь, наоборот, мирная жизнь, полная, абсолютно выключенная из всего этого реальность. Ни никаких грустных мыслей на отдыхе. На летней веранде что ни день, концерты. Из разных концов страны приезжают артисты не просто развлекать, а веселить. Владимир Накур, приходите, посмеемся. Уральские пельмени. Два шоу за один месяц. Две порции пельменей. Представляете ли? Идеальное место, чтобы забыться. Где я? В каком году? Сейчас 2000-е или 80-е? Сервисы бронирования квартир? Вот на вокзале. Тетеньке жилье предлагает. Пусть каждого пути, а еще не лаптожит. Да, еще не лаптожит. Но я не лаптожит. Вот этому способу сдачи комнат уже много десятилетий. Очень просто. Выставил объявление, человек приехал, увидел, заселился. Но можно же еще проще. Можно в интернете разместить. Хотя уже нельзя. Апартаменты не размещаются. Airbnb ушел. Но вместо него в России появилось порядка 30 разработчиков. И мы сейчас поговорим с одним из них. Мы снова в Москве. Это Татьяна Дроздова. Она пытается отвоевать на рынке то место, которое освободилось, когда ушли крупнейшие сервисы поиска гостиниц и апартаментов. Потратив несколько миллионов рублей, Татьяна открыла свой сервис и попутно выяснила удивительную вещь. В 2022 году в некоторых туристических регионах и не слыхивали ни при какой интернет. Вешали объявления, как полвека назад. Мы опрашивали регионы. Особенно даже если взять, например, наоборот, хостов из регионов, то люди предпочитают свои объявления вывешивать по интересному способу. Значит, называется сарафанное радио. И до сих пор, особенно в нашем юге или на Крымском полуострове, люди так и делают. И мы придумали то же решение. Мы будем отправлять торговых представителей встречаться с этими арендодателями, с этими хостами, показывать им систему. Это будет бесплатно. И предлагать им, собственно, там зарегистрироваться. И вы присылали своих представителей, чтобы они там ей рассказали, что вот, баба Катя, есть вот такой компьютер. Вы знаете, не компьютер, но есть телефон. Телефон все-таки у всех уже есть. Сервис приходится приспосабливать под российские реалии, как автомобили приспосабливали под российские дороги. Ввести проверку подлинности фотографий. Сделать не поиск квартир, а соцсеть. Потому что отдохнуть и никому об этом не рассказать – это не то. Ну и, конечно, использовать преимущество местного колорита. Вы знаете, вот мы надеемся, что все-таки народ станет пользоваться так называемыми «умными замками». То есть, когда передается одноразовый пароль от этого замка каждому человеку, то есть он один раз сдается, и потом после того, как гость съезжает, пароль меняется. Хотя я уверена, что такая опция, например, в виде соседки бабы Клавы, которая отдаст ключ, она все равно пока еще останется. По крайней мере, она не сломается. Да, ей можно позвонить, в отличие от замка. А теперь взглянем на туриста, который все же вырвался за границу, несмотря на все ограничения. Илья Чагин из Москвы. Взял да и махнул в Чехию на марафон. Виза у него уже была, жилье нашел через группу ВКонтакте, в Телеграме разыскал криптовалютное сообщество, перевел деньги, купил билет. Все, готово. Соответственно, здесь какую криптовалюту вы хотите купить? Есть сейчас тон и биткоин. Есть вера в российского производителя. Выбираем тон. В какой валюте вы хотите купить? Соответственно, нажимаем рубли. Как вы там собираетесь рассчитываться на какие-то повседневные траты? Уже не работает русская карта. Не работает. Конвертация. Добро пожаловать в криптовалюту. О, снова криптовалюта. Конечно. Я думал, вы наличным там собираетесь. Нет, нет, через криптовалюту. Сейчас же зарождается целый рынок. Это конвертация. Вы переводите человека на кошелек. Мы встречаемся. Мы встречаемся, переводим в режиме реального времени. Кошелек, он не евро, кроме. Потрясающе. Запад принял столько санкций, изолировал российские банки, а люди просто собрались и отменили это все. Через сервисы ВКонтакте и Телеграм. Спасибо, Павел Дуров. Илья знает, что сейчас за границей к русским относятся не очень. И даже деньги вас не так извиняют, как раньше. Хотя, как посмотреть? Чуть-чуть ситуация обострилась. Это вот из-за первого источника. Человек, который там всем сердцем любит Прагу, там живет, находится, взаимодействует. И с чехами, и с русскоязычным населением. Но это в большинстве в массовом обществе. Ну, микроконфликт на улице, например. Микроконфликт в очереди, в определенное заведение, в момент, когда слышат русскую речь. Предвзятость, она и так была, но это чашу весов перевешивало то, что наш русский народ достаточно много туристических денег привозил на территорию Чехии. Сейчас чуть-чуть, скорее не чуть, а ситуация еще больше напряглась. Русский человек отдыхает широко. Когда Сергей Петров решил сделать из пьяного пляжа в Подмосковье кусок какой-то нездешней жизни, ему пришлось вывезти с этого участка десятки машин с мусором, которые закапывали в ямы с 60-х годов. Еще долго местные жители сносили железные ворота, чтобы по привычке заехать в речку колесами и жарить тут шашлыки. Все проходит. Скоро, шутит Сергей, гости со стороны будут надевать фраки, чтобы прийти к нам. Здесь теперь глэмпинг, гламурный кемпинг. Мы делаем отель Four Seasons в палатках. Мы хотим вот так, да. И кажется, у нас получается, то есть мы опросы гостей делаем, мы спрашиваем, вообще по России путешествуете? Говорят, нет, мы с вами поедем. Глэмпинг стал популярен в начале нулевых, собственно, из подобной же конструкции и многих других делали вип-зоны на рок-фестивалях в Англии. И после этого пошел бум, все поняли, что стены не нужны, и можно классный номерной фонд реально випового уровня ставить вот в таких некапитальных конструкциях. Поэтому у нас стоят номера, буквально все с видом на воду. То есть мы тут продаем сивью практически. Проснуться в абсолютном комфорте, на кровати, открыть глаза и тут же увидеть воду. Ступеньки долго проектировали, чтобы они были под шаг ноги. Тут много необязательных, но милых дизайнерских штучек. И кажется, все это совершенно избыточно. Ну зачем, если все равно придет турист? Ну деваться ему некуда. Но нет, тут совершенно другая логика. С примером, опять же, есть к нам как-то приехала девушка одна, говорит, я только что прилетела из Америки, только с самолета. У меня у молодого человека день рождения. Так вот, он сейчас с завязанными глазами стоит перед вашими воротами. У вас есть 20 минут, чтобы накрыть нам праздник, романтику. Мы такие, ну давайте мы попробуем. И у нас весь лагерь бегал, весь персонал бегал, мы украсили, мы приготовили замечательный шоколадный фондан со свечками. И они говорят нам, ребята, спасибо, да, вот вы постарались, смогли. И это очень хорошо. Ну и для контраста, буквально в нескольких сотнях метров от глэмпинга заброшенный советский курорт Тишково. Он закрылся буквально несколько лет назад, не дотянув совсем чуть-чуть до возрождения советских традиций отдыха дома. Сколько всего пробуждает в памяти один вид этих корпусов. Досуг, бильярды шашки, вечерний кефир, заповедник советского отдыха. Он мог бы продолжаться и дальше без изменений до бесконечности. Бывший лечебный корпус, где подвергались оздоровительным процедурам отдыхающие. Судя по отзывам, все было недорого, но довольно скучно. Люди здесь были от тоски. Выгородить уголки здесь, чтобы сделать как там. Это было трендом последних десятилетий, но непонятно, насколько это сегодня укладывается в генеральную линию. В какие-то моменты в Анапе вам может показаться, что вы находитесь за границей. Например, где-нибудь в Китае. Или в Испании. Здесь прям почти как в Эмиратах. Ничуть не хуже, чем в Турции. И в то же время вы безошибочно определите, что перед вами типичный курорт на юге России, где одно караоке безуспешно перекрикивает в другое, где смешалось все. Шашлычок и коньячок, пиво и море. Детская и взрослая, старая и новая. Все это сцепилось так, что уже не разорвается. Десятилетиями российский турбизнес существовал бок о бок с заграничным. И по сути изменился мало. По оценкам даже ростуризма только 10% отелей соответствует современным реалиям в России. Конечно, отели строятся, но на это нужно 5-10 лет. Если сравнивать, а сколько у нас гостиниц, то в Краснодарском крае эти звездочные гостиницы 45. На Анталийском побережье Турции их 500. Объем, который есть по спросу, может быть в разы больше, но это должны быть доступные цены. Но если все это время изменения шли медленно, то теперь, когда за границей недоступны, почему они должны происходить вообще? В конце концов, изменения могут расстроить людей. Многие ведь приезжают как раз за тем, что в итоге и получают. Так что легче, наверное, ничего не менять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...